друзья привет с вами компания сферокар меня зовут никита и сзади меня проплывает паром который называется ангара и наверняка на нем идут ваши машинки которые скоро будут таможиться на улице минус 90 скорость ветра примерно 200 метров в секунду и я бы ни за что не вылез из дома если бы сегодня у меня для вас не было вот такой красавицы итак друзья сегодня мы разберемся а вы узнаете почему эти машины не так часто пользуются спросом на дальнем востоке почему их очень любят на западе и вообще разберемся в пятом поколении легендарной это мое любимое слово получается по всем обзорам но вот эту машину точнее ее предков в сервис кузове rd1 действительно можно сдать на сдать назвать легендарным кроссовером начнем как всегда с внешки итак друзья прежде чем мы начнем внешку я хочу сказать вам об одном интересном факте в 2016 году honda прекратила выпуск своего основного кроссовера серви на внутренний рынок потому что весь спрос перешел на новую модель honda везель который у которого предшественник а ширви о чем я говорил ранее но в 2018 году конкуренция заставила хонду вернуть производство сервихи потому что у всех остальных концернов полноразмерные кроссоверы есть а у хонды получается только везель поэтому сервиха снова с нами и с правым рулем и так по внешке что мы получили в пятом поколении добавили агрессивности к этому автомобилю я считаю что это очень классно все это выражается визуале я не знаю есть смысл описать или нет вы все видите сами диодные фары каждая в своей ячейки задранные вверх углы обрамление бампера которая подчеркивает что тачка теперь злая внешне очень круто по борту визуал и здесь все просто очень стильные борта машина в профиль выглядит достаточно уверенно я бы сказал что взгляды притягивает не только владивостоке где-то машина еще в новинку но и на западе тоже обрамлены у нас колесные арки вот такими черными фендерами раньше казалось это стремновато как на грузовых одежках или про боксах но здесь выглядит четко однако лентками сказала черные линии на белом кузове как будто лебедушка появилась там правда про сиенту было но здесь тоже подходит 18 к точке у нас фирменные хондерские есть много разновидностей оригинальных дисков но здесь я бы ничего менять не стал по задней части друзья все точно так же круто я бы не стал менять ничего у нас увеличили стопы которые заходят на заднюю дверь и каждая нотка каждый вот этот уголочек заметили кстати что практически все концерны с новыми поколениями стали делать все более более угловатые формы одно время переходили все на округлости вот эти замыленные час опять делают углы потому что мода циклично друзья вопросов внешки у меня нету задний бампер тоже четкий тоже необычный стоит наверное дофигищу потому что посмотрите какой он совершенный вроде бы и маленький но тем не менее закрывает абсолютно все у нас есть две выхладных трубы что придает этому автомобиле спортивности хотя спросите вы зачем скажу вам не знаю гонки от этого автомобиля никто не ждет забегая немного в техничку расскажу почему итак друзья что же интересно она ждет под капотом открыть бы еще раз так что главное открывал нормально вот оно что друзья turbo полторашка уже знакомая нам по самому известному хондовского минивэну honda степ вагон полторашка turbo интересный факт в том что степ вагоне turbo полторашка имеет 150 лошадиных сил также как и двухлитровая версия прошлого поколения здесь на таком же моторе вы получаете 190 лошадей версии бывают с таким мотором на переднем либо на полном приводе работает всегда в паре с вариатором никаких вам роботов никаких вам автоматов никакой коробки хондовский вариатор штука надежная классная да вообще сейчас кстати про японские трансмиссии вопросов уже я думаю никого остаться не должно что еще вы можете получить из японии с правым рулем от honda cr-v двухлитровая гибридная версия на 145 лошадиных сил и 135 киловатт гибридной установки lfb называется мотор точно такое стоит на новом аккорде штука классная гибридных мы еще не возили обязательно привезем я думаю вот-вот потому что запросики и депозиты в нашу компании на такие машины уже есть каждая из этих версий может быть получена как на переднем так и на полном приводе вот вам еще один ответ почему право рульная сервиха будет интереснее чем западные или дилерские аналоги хочет сказать аналоги ну чем дилерский сервих потому что либо двушка либо 2 и 4 мотор вы можете получить в россии либо в европе никакой вам turbo полторашки никаких 190 лошадей и никакого гибрида соответственно как и везде погнали посмотрим салон что друзья салон на этой части я думаю мы остановимся по плотнее потому что очень холодно на улице а в салоне вообще классно тем более когда он у вас такой четкий подогрев всего сейчас я нарублю посильнее подогрев сидушки минус три говорит на улице вранье вранье вот вам первый дефект минус три говорит там минус 90 сто процентов и так что мы получим от салона серви первый раз когда я смотрел эту машину было также очень холодно на улице машина была не прогрета мне показался на вообще деревянный какой-то пластик весь ужасный хуже чем в x-trail потому что именно nissan хвалят за самый жесткий пластик но когда машина тепленькая особенно когда на улице минус 90 а внутри так хорошо сразу же новыми красками все это дело расцветает внешне вопросов нету выглядит все очень стильно вот эти вот все переходные рамочки черные полоски вставки под дерево это естественно не настоящее дерево но тем не менее смотрится очень круто у нас очень кайфовый руль кайфовый в плане формы плане обхвата не хватает конечно подогрева руля уверен что нифига нет таких версий подогрева руля хотя знаете японцы такими штуками не заморачиваются но не удивлюсь если где-нибудь и встречу вот по сравнению с прошлым поколением четвертым салон в 5 сервихе стал попросторнее не будем даваться в цифры но место стало побольше у нас два сидушки два сидушки на электроприводе 5 по моему регулировок у водителя 4 у пассажира в общем все по последнему слову техники нельзя сказать что конкретно вот в каких-то мелочах honda здесь отстает мы всегда говорим даже наоборот что по сравнению с тойотой которая завоевала себе уже ну сто процентов первое место наверное на всем японском рынке honda берет мелочами вот этими вот элементами вставочками прострочками своим удобством крутилочками даже вот даже прикасаться к каждой кнопочки здесь очень кайфово в этом поколении ребята из honda уделили много внимания безопасности все сервихи оснащены системой honda sensing это камеры предотвращения столкновений предотвращение лобового удара контроль полосы контроль снижение дороги и естественно адаптивный круиз-контроль это вы получите во всех сервихах также если говорить о безопасности добавили сварных точек по кузову поэтому кузов стал прочнее вообще последнее время японцы очень много внимания уделяют безопасности так что это тоже возьмите на заметочку в ларгус такого нет глупо сравнивать с ларгусом на эти машины хотя когда дойдем до цены вы поймете что не так далеко лада от нас и уходит по стоимости а по всему остальному чем вот друзья у нас очень классный очень удобный селектор переключения передач который в паре с подлокотником про можно двигать вперед назад короче удобство по максимуму при том что здесь у вас очень много различных бардачков подстаканников но рука на селекторе лежит очень круто сама ручка коротенькая максимально удобно расположена то есть в харьке надо тянуться в аутлендере там вообще чтобы включить заднюю передачу это надо вот так вот руку завести а здесь все ты положил интуитивно воткнул и полетел у нас полный мультируль с лепестками для любителей погонять вы можете псевдо передачи на вариаторе пощелкать лепесточками пожалуйста любите на здоровье щелкайте автомобили практически все уже сейчас свежие оснащаются электро ручником есть система break hold очень классная штука на многих ондах она присутствует то есть чтобы в горку не держать машину тормозом чтобы не мучить вариатор до притрога не в подъем нажали систему break hold у вас автомобиль остановился сам подъем нажали газ ручник сам сбросился машина поехала классно классно друзья сзади тачка тоже очень кайфовое место но просто завались опять же вспоминаются вот те самые первые самые универсальные сирвихи rd1 которая но в каждом третий семье были в 90-х годах в двухтысячных классная машина но все сгнили к сожалению коснется ли это новых он непонятно вернемся к задней части салона место предостаточно удобств полно здесь отдельные дуйки для задних пассажиров есть возможность подогрева задних сидений очень высокий потолок что подчеркиваю x-trail например у меня будет вот так вот шапка потолок елозиса а здесь нет не знаю плюс это или минус но получить больше пространства примерно в те же деньги по моему это классный плюс есть версии сервих семиместные с третьим рядом сидений которые складываются в багажник тоже классный плюс из кроссовера все местных у нас еще есть x-trail и кстати говоря вот уже несколько раз мы эти машины сравнили стоит задуматься точно также вы можете сложить спинк сидений и свой любимый не габарит трамбовать в багажник при желании также можно дуть матрас и ночевать машины все удобства присущие кроссовером в этой тачке тоже есть машина у нас очень новенькая очень чистенько об этом усилитель и одно удовольствие я бы разглядывал наверное вечно вопросы по пластику пластику багажника по вот этим вот отделкам конечно есть это все-таки honda может быть это не самый премиальный кроссовер поэтому вот такие штуки все-таки присутствуют и возможно зимой они у вас будут брякать но я бы на такие вещи и внимание не обращал багажник друзья есть комплектации с электроприводом багажник с нам сегодня не очень повезло вот эта вот штука через пару лет тоже начнет у вас дребезжать сто процентов также как и вот эта шторка которые я во всех автомобилях предпочитаю сразу снять и бросить вот по всему остальному вопросов нет точно также у вас есть ручка которая складывает у вас два передних кресла на каждое кресло 1 ручкой точно также вмещаете не говорить что у нас по запаске запаски нету но если вытащить вот этот рундучок вполне можно уместить ну классно больше чем увезли больше плюс плюс пока едем по грунтовке есть возможность сказать пару слов про шумоизоляцию и ходовку здесь по сравнению с прошлым поколением также доработали задний подрамник он стоит здесь на резиновых подушках поэтому ходовка стала мягче а шумоизоляция лучше улучшенный стеклопакет который тоже меньше звукопропускаемость имеет если есть какое слово звукопропускаемость вот не выехали на асфальт и можно притопить вот она turbo полторашка и могу скайфану чуточку теперь могу ответственно заявить что здесь все 190 лошадей ощущается были вопросы к этим мотором когда началось все состав вагонов но скажу так что возили с пробегом 250 и больше в основном для рынков до машины которые в последнем будут скручиваться перепродаваться и так далее никаких вопросов мотором не было моторы работают но японцы не дураки плохой мотор просто так не поставят интересный факт наверное будет интересно вообще прокатиться на двухлитровой гибридной версии потому что 135 киловатт плюс 145 лошадей на двушки это мне кажется пушечная просто комбо вот во всем остальном могу сказать что такая же приятная боковая поддержка как увезлили повороты машина входит уверенно слушайте но я думал что будет хуже потому что разногласия были все-таки по поводу этой машины по поводу шумки комфорта в салоне до четко все здесь я бы взял цены друзья самый низ за полутора литровую версию турбины на переднем приводе придется дать порядка двух миллионов это самый старт при том что нет машины еще статистики с пробегом 150 200 тысяч километров за хороший автомобиль можно уложиться 2-2 100 за глаза вам хватит если хотите версию на полном приводе 2 миллиона двести пятьдесят тысяч это полутора литровый турбовый мотор интересные платформы на гибриде стартует от двух миллионов двухсот пятидесяти тысяч переднеприводные и от двух с половиной миллионов придется отдать за полноприводную гибридную версию но уверен заочно что она этих денег стоит более чем с чем можно сравнить эту машину в ценовом диапазоне на тут кстати можно разгуляться первым на ум приходит почему-то mitsubishi outlander который также в 2 миллиона можно взять с технологии печи естественно мы же говорим про японию про правую руль можно взять полноприводный естественно полноприводный до гибридный полноразмерный кроссовер по технологии он эту машину превосходит что нам покажет двушечная гибридная версия мы пока не знаем но пока что outlander остается самым технологичным кроссовером на сегодняшний день можно взять рестайловый x-trail 2 миллиона это будет двухлитровая полноприводная гибридная версия вполне тоже в эти же денежки зайдет и конечно же легендарный subaru forester с клиренсом 220 миллиметров это автомобиль для тех кому внедорожье чуть ближе чем асфальтная жизнь у этой малышки кстати говоря тоже неплохие данные по клиренсу 210 миллиметров не сказал технической части очень важный момент это отличные показатели для семейного кроссовера так что друзья поздравляю вас с пополнением в семействе полноразмерных кроссоверов с правым рулем помните что в японии есть автомобиль для каждого и возможно где-то уже ездит ваша будущая малышка подписывайтесь на наш канал если еще не подписались ставьте лайки и до новых встреч компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставке растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля